Привет, мои котики! Подожду, пока кто-нибудь будет добавиться. Мне срочно нужно что-то записать. Очень-очень-очень срочно. Для того, чтобы выплеснуть свою энергию, что-то отдать. Очень много хочу получить. Как всегда. А без того, что... Без обмена не получается получать ничего. Так что надо всегда что-то отдавать. У меня есть для вас классные ответы на вопросы. Я здесь сейчас 3-4 дня уже сижу, разбираю ваши проблемы и пишу волшебную таблетку. Кто уже получил, знает. И у всех... На 4 группы люди разделились. У всех 4 одинаковых вопроса. Вот прям вот у всех. Первое — это «нет денег, долги». Я хотела пару слов про эту тему сказать. Долги — нет денег. Вторая тема у людей, которые я хотела сейчас тоже рассмотреть, пару слов интересных сказать. Нет мужчины — хочу. Я просто хочу показать, какие у вас самые-самые грубые ошибки. Просто почему у вас нет мужчины и что может вас подтолкнуть очень быстро его найти. Тоже хотела дать пару советиков. Так, следующий, третий вопрос. Где-то вот из 100 человек, уже больше 100 человек ко мне записалось. Ну вот возьмём, грубо говоря, 100 человек. С долгами и нет денег. У всех одни и те же шаблоны. Пришло человек 70. 20 человек — это «нет» мужчины. Запрос. Вот остальные 10, можно так сказать, да, поделили два вопроса. Так как в основном женщины пишут, то у всех проблема со здоровьем, с женским особенно. Вот этих вопросов было больше всего. Молочница, эрозия, опухоли, какие-то кисты и так далее. Я тоже хотела обратить на это внимание, дать пару советиков на эту тему. Потому что, почитав рассказы, как девушки глотают лекарства и год лечатся, и ничего не происходит, надо что-то с этим решать. Проблема — нет денег. У всех нет денег, потому что мы с вами ничего для этого не делаем, чтобы они были. И делаем всё, чтобы их не было. Вот просто всё. Мы каждый день сидим, себя убиваем, гнобим. А по поводу денег. Там ещё был такой вопрос. Спрашиваю. Почти всех спросила, почему у вас нет денег. Самая-самая актуальная тема среди тех, у кого долги. Я не могу брать деньги за свою работу. Я парикмахер, я мастер маникюра, я дизайнер, я делаю сайты, я делаю такую-то работу, я зубной врач, донтист, стоматолог, ортодонт. И все эти люди, неважно какого уровня профессионализм, в какой сфере работает, они не могут брать деньги. То есть я говорю, у вас прайс есть? Есть. Я говорю, вы хотя бы придерживаетесь самой низкой цены прайса? Нет. Я говорю, а какие вы цены называете? То есть у девушки себестоимость окраски волос выходит, там, допустим, пять тысяч, шесть тысяч рублей. А ей стыдно назвать цену краски. Не своей работой, она называет три пятьсот. Потому что ей стыдно сказать, ну, что материалы вышли там на шесть тысяч, плюс моя работа хотя бы пятьсот рублей. Она даже этого не может сделать. стоматолог. Я не могу работать, потому что, ну, я не ценю себя, не могу брать работу, как же она это сказала, так. я не ценю себя, и поэтому я не могу взять работу клиента. Вдруг я сделаю ошибку, возьму слишком дорого, чем я эту работу сделала. Ну, то есть, как бы, что за таракан у вас голове. Так, получается, первая тему, которую я сейчас хотела рассмотреть, это деньги-долги, почему и пару советиков, почему нет мужчины, вот, здесь вообще после опросов девушек я была просто в шоке. Тоже рассмотрю. Потом женские болезни, пара рекомендаций, молочницы, эрозии, там, тро-та-та-та-та-та-та-та. И пока говорила, я забыла самый частый четвёртый вопрос. Сейчас, подождите, посмотрю. Не, мне надо, наверное, на компе включить. Вы пока там собираетесь? Я сейчас открою. так, нет энергии, нет энергии, да, у всех вопрос, лень, апати, я не могу себя ничему заставить делать. Вот прям знаю всё, вот умная, вот я понимаю, почему у меня нет денег, я понимаю, почему у меня нет клиентов, я понимаю, почему мне стыдно, я стыжусь, но я ничего не могу сделать, да, что делать. Я знаю, что любить себя, это нужно любить своё тело, ментальное и физическое. Но я не могу любить физическое тело, потому что мне ли его любить. Оно у меня одно единственное, оно сейчас уже подыхает у меня, но я не могу ничего сделать, я всё равно жиру яд, я всё равно им не занимаюсь. Единственное, что у меня есть, я пытаюсь убить быстрее, но я не понимаю, что с этим делать. Ну, то есть, как бы вот. У меня выбор, убивать себя или не убивать, но в силу воли жить нету. Ну, то есть, всё вот так вот. Я знаю, что надо заниматься хотя бы там пять минут с собой в день по фитнесу, хотя бы хоть что-то закидывать в себя полезное и ограничить хоть каким-то образом какие-то яды, которые я вся бесконечно пихаю. Вот, я это всё понимаю, но ничего с этим поделать не могу, потому что микрофлора настолько управляет нами через гуморальную систему, если мы её не покормим, у нас стресс вообще жёсткий, и спустить его некуда. А всё почему? Как вы думаете? Вот эти вот четыре вопроса самых-самых главных было. Так вот, сила воли, хочу красивое тело, нет времени, долги, низкий доход. Давайте с какого вопроса начнём? С каких вам дать сейчас парочку рекомендаций? Вот, апатия и нежелание жить тоже есть такое ещё. Ну, вот в принципе, вот это все вопросы, с которыми мне обратилось больше ста человек. Я поражена, что у всех практически одно и то же, прям синхрон. понятно, там ещё были болезни по онкологии у некоторых людей. Деньги, конечно, да? Хорошо. Денег нет, потому что нет энергии, да? Мы с этим согласны с вами. Долги. Энергию где нам брать? Вот буквально пару рекомендаций сейчас я открою. То, что я уже тысячу раз вам рассказывала, да, хочу повторить. Потому что меня удивляют люди, которые пять лет смотрели мои эфиры и прям начинают. Нелли, привет, я все эфиры твои пересмотрела за пять лет. Но у меня долги. почему, когда я проходила курсы, все испарялось, с курсов уходило и все. И все опять возвращалось на круги своя. Ну, я ленивая, что мне делать? Как мне пнуть? Техника, сапог не работает даже уже. Так, сейчас, подождите. Так, нет денег. У нас там, значит, разделим его на две части. Я для себя тоже позаписываю. Так, нет денег. Разделим на две части. Первое, когда есть долг и когда нет долга. У кого есть большие долги, это круто. У кого нет долгов и нет денег, это немного хуже вариант. Сейчас я вам расскажу, почему. то есть, если у вас есть долг, давайте, что такое долг? Вы каждый день живете, у вас каждый день есть какие-то маленькие желания пойти и сейчас сделать массаж лица, ну, 10 минут. А потом у вас есть желание съесть апельсинку, потом у вас есть желание убраться в комнате, потому что вы увидели пыль, потом у вас есть желание книжку почитать, которая давно на полке, глаза на неё смотрят, а вы такие, блин, сейчас почитаю, кофе попью, почитаю. Но этого ничего вы не делаете. Каждый раз, когда вы какое-то желание осознали, что вот вы хотите, проговорили его для себя и не сделали, желание это не материализация материальных объектов, а желание сделать. Вы всегда путаете ваше желание души, желание делать, генерировать энергию, с желаниями навязанными, не вашими, которые в виде каких-то материальных объектов или нематериальных объектов, но получения где-то извне чего-то. То есть это не ваше желание. Ваше желание это сделать. Ваше желание жить. Жить это действие, это перемены, это движение, то есть все ваши желания это действие. Когда вы хотите машину, это не ваше желание. Когда вы хотите паровоз, не ваше желание. Куда-то полететь может быть, если вы будете сами лететь, это ваше желание. но если вы хотите куда-то сбежать, то тоже не ваше желание. От себя не сбежите. Я к тому, что вы должны различать ваши желания. То есть действия, мои действия. Я делаю, кайфую, радуюсь, я хочу убраться, убираюсь, кайфую, радуюсь, наслаждаюсь, благодарю себя. Я хочу съесть апельсинку, я разворачиваю апельсинку, запах вот этот нюхаю, кушаю апельсинку, мне классно, я делаю действия, я получаю энергию, я в кайфе. Я вижу книжку, я хочу прочитать, постучать по голове книжки, чтобы буквы в голову влезли, это действие, я делаю действие, мне это нравится, да, я от этого наполняюсь. Это все мои желания. Есть желания, которые не связаны с вашими действиями, это не ваше желания. Каждый день у вас накапливаются, каждый раз, когда вы пожелали ваше желание, не машины, квартиры, а ваше желание действовать, у вас ровное по модулю этому желанию организовалось из ничего, вы творцы, из ничего, равное по модулю такое количество энергии, сколько нужно для того, чтобы сделать это желание и увидеть результат. Все силы, все ресурсы, все возможности, руки, ноги, глаза, реальность так все подстраивает для того, чтобы вы пошли и сделали, прочитали книжку, постучали по голове буквы, высыпали в голову, пошли, кофе попили, апельсинку съели, пыль убрали. Вот в течение дня вы накапливаете эти желания, эту энергию. Эта энергия, если вы бездействуете, захотели, но не сделали, она у вас остается при вас, то есть вы энергию организовали, как в антиматерии, то есть она невидима, эта энергия, она заморожена, просто в вас, но не проявлена в физический мир, вы ее действиями в физический мир не протащили, не сделали. Эта энергия отражается, как в зеркале, физическом мире, как минус, как недостаток. То есть здесь у вас в плюсе желаний на 3 миллиона долларов, а здесь в физическом мире у вас долг на 3 миллиона долларов, у вас долг к себе на 3 миллиона долларов, сделать себе желаний то есть вы своим бездействием творите себе долги это ну как бы осознайте уже что если у вас сейчас долги то вы должны осознанно отслеживать в течение дня все что вы хотите сделать идти делать все ваши желания которые вы накопили они у вас быстро проскользнут в голове как только вы на себе сосредоточьтесь и каждое действие свое каждое действие чтобы эта энергия мимо не прошла нужно благодарить то есть вы обращаете фокуса внимание то что я кайфую от того что я сейчас делаю я благодарю себя за свои действия вы убираете фокус внимания с критики бесконечной как только вы себя покритиковали вы забрали у себя там 10 тысяч рублей вот каждая критика себя потому что вы творцы вы боги мы все единые боги в этом аватаре скачем кайфуем для того чтобы можно было по этой земле походить почувствовать себя узнать себя понаслаждаться и вы все время критикуете бога каждый день если вы перестанете это делать то есть куда фокус внимания то мы получаем мы бездействуем наш мир тоже день сурка ничего не получаем мы действуем получаем мы критикуем получаем критики там в 150 раз больше дальше я записала у тех у кого нет долгов у этих людей и желаний нет с ними хуже амебное ровное состояние инфантильное да здесь нужно человека растормошить когда у тебя нет просто денег но возможно возможно да этот минус не не в виде денег реализовывается а минус там жилье которое в принципе по праву вы на этой планете все должны иметь где жить минус любимый человек уходят там родные близкие болеют и умирают какие еще могут быть долги какой-то минус да в реальности он не только может быть там в деньгах в кредитах в ипотеках но и если у вас вообще минуса нету ну вот вообще нету никакого минуса и люди все есть и живете где живете там жилье есть то у вас проблема с желаниями да здесь нужно тоже обратить внимание на желание инфантильная позиция где человека как будет объяснить желание жить нету вот так можно сказать никогда нет желания жить генерировать энергию для жизни но тоже смысла нету творцу окей не хочешь жить не будем так что еще про долг сказать благодарите все ваши действия в течение дня все что вы хотите и ваши внешние долги это отражение понятно внутренних долгов к себе делать проявлять свою мужскую энергию и желать то что я делаю проявлять женскую энергию то есть когда они в гармонии все хорошо ваши долги начнут во внешнем мире раздаваться только тогда когда вы перестанете себя критиковать ну и кого-то еще конечно же благодарить даже критика полезно но не как критика например о сегодня что-то у меня волосы вот прям вообще растрепались все непонятно как я выгляжу то есть я себя раскритиковал но не потому что я решила себя уничтожить своей критикой нет если раскритиковал это уже даже не критика это просто совет саму себе а не помыть ли мне голову не сделать масочки не сходить ли к парикмахеру то есть я себе это сказала и я пошла к парикмахеру помыла голову сделала масочки вот то есть это не крайняя форма критики которые меня убивают или например ой чё-то у меня зубки то они такие белые не пойти ли их почистить я себе не раскритиковала я просто дала себе задачу да пойти и что-то сделать у стоматолога но я хочу пойти сделать беленький но мне нравится так и все я не не для кого-то это делаю я это для себя дел вот и все я хочу я пойду если захотела я не пошла да у меня будет минус у меня убудет у меня сломается там пылесос утюг мне придется ремонтировать на это тратить деньги дальше следующий момент по поводу долгов как только вы что-то для себя захотели все ресурсы есть все возможности есть мы себе не разрешаем их просто установки такие типа ну мужу мужи муж не важнее ребенку то важнее как только вы что-то захотели случайным образом именно та сумма или та возможность или бартер там что угодно придет вашу жизнь и вот та сумма которая прилетает на ваше желание вы идете и тратите не туда то есть вы себе пообещали так я очень хочу интересно как мне сумма придет он на обучение парикмахерскому искусству вам приходит сумма вот именно на это желание именно в такой форме вот прям в такой сумме вы знаете что эти деньги пришли именно на это то что вы пожелали а вы такие блин ну ребенку надо там десятые штаны купить то что просит а еще нужно купить еды до токсичной которая меня убьет тоже ну блин не могу завязан на ней а еще мне нужно там оплатить электричество еще мне вот это и вы эти деньги расхезали не на себя чтобы сгенерировать новую энергию в два раза больше от своего желания а вы их потратили не туда что происходит вы отнимаете у себя деньги этой суммы и плюс еще столько же то есть у вас то что прибыло у будет еще в дважды ну минимум может быть вселенная говорит в 7 раз окей 7 раз ну мы наблюдаем многие в два раза минимум что уйдет денег столько сколько вы потратите не туда только больше больше да то есть вы как бы недостаток увеличили зеркально еще больше когда вы допустим пошли и потратили деньги туда куда нужно вложили в себя вы получили энергию новую потому что вы кайфовали от того что вы делали там благодарили себя учились этому парикмахерскому искусству вам это конечно сгенерирует очень много энергии обратно отдачи да вы получите блага свои какие хотите если туда потратите но вы всегда спите то есть не обращайте внимание ни на свои хотелки не на свои желания очень долго хотели не получили не сделали все у вас убывает 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 это долги к себе любые внешние долги просто сигнали долги к себе не надо их идти внешне закрывать они у вас закроются вашими действиями по ходу пьесы по радости пока вы в потоке будете но вам нужно сначала в себе разобраться потому что если вы в себе не разберетесь как бы это будет расти дальше какой еще совет с долгами конечно у меня будет сейчас марафон по долгам марафон будет где-то 5 10 ноября я еще с датами не определилась потому что в каппадокию хочу в начале ноября поехать на шарик полетать вот и когда приеду не знаю у меня будет марафон его сделаю там очень 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 дешево приходите давайте толпешкой поработаем долги сейчас я просто вот некоторые рекомендации вам говорю вот самые такие вот ошибочные которые вот вы ошибки делаете следующие сейчас я про это долго еще что третье хотела сказать а у меня нет денег и долги потому что я не могу брать вот очень много людей и меня прям поражена была у меня был шок я не могу брать деньги с клиентов то есть ногти стоят себестоимость там 300 рублей я беру 250 меньше себестоимости еще и за работу не беру я просто трачу материал потому что мне стыдно я недостаточно хороша я недостаточная вообще ребят как же вы себя не любите я глотну кофе подождите я даже на этом говорить не смогла у меня ком в горле стоит у чего наверное это и моя тема все бесплатно раздаем да ладно смотрите мы с вами живем в мультивариантной системе мультивариантной где очень много вариантов одновременно параллельных реальностей у каждого свой мир и когда у нас встречные желания с кем-то мы выходим на одну чистоту вот как радио да вот вы слушаете радио там много частот на каждой частоте своя песня вы живете на определенной частоте другой человек живет на другой частоте когда вам нужно сделать энергообмен перемену с кем-то потому что люди это ресурсом энергообмен с людьми делаем мы как клеточка обмениваемся друг с дружкой нам приходит все через людей мы на одной волне на одной дорожке в одной реальности встречаемся встречными желаниями я прихожу на этот путь с подружкой допустим встретилась с вами на своей волне на своей чистоте вы на эту чистоту включаетесь тоже чтобы встретиться со мной я прихожу чтобы взять у вас то что мне нужно взять сделать равноценный энергообмен и отдать ровно то что мне нужно отдать если я хочу отдать себя проявлять себя то есть быть нужно я в этом мире если никому не нужна меня никто не любит если я не могу себя проявить то есть я этому миру не нужна я лишняя то энергообмена никакого не будет естественно если вот я решила что даже не я решила вот я никому не нужна я не востребованная никто не хочет взять меня на работу ну потому что моя работа не нужна я не могу создать работу потому что моя работа мои услуги не нужны я не могу найти себе это молодого человека потому что я ему не нужна он меня не любит я не нужна маме я в детдоме там родилась не нужна папе я вообще никому не нужна коты ко мне не подходят потому что я не нужна им не нужно чтобы я их погладила то есть моя жизнь это мое проявление то есть мое проявление в эту реальность это моя жизнь если я не проявляюсь а я не могу проявиться если не берут ну я умираю то есть я отнимаю себя жизнь есть и не могу проявиться представьте я никому не нужна как мне плохо у меня не берут мою работу меня на работу не берут У меня не берут мои услуги. У меня не продаётся товар. То есть всё, что я делаю, у меня не берут. Понимаете? Я пытаюсь сказать, меня не слышат. Я пытаюсь как-то выглядеть, меня не видят. Я хочу выйти в эфир, у меня ноль подписчиков. Меня не берут. Я не могу проявиться, я не могу дать. Меня не берут. Прикиньте, каково мне плохо. А когда вы у людей вокруг себя ничего не берёте, вы их убиваете вот таким же способом, потому что они не нужны, вы у них ничего не берёте. Каждый приходит вам отдать, проявить себя что-то. Ему нужно сделать энергообмен. Человек приходит, и ему, чтобы получить прическу у вас, как вы, как парикмахер, вы должны ему сделать то, что он хочет. Он пришёл на одной волне к вам. Если бы ваша услуга ему была бы не нужна, ваше проявление, он бы на чистоте не с вами был бы, а на другой чистоте, на другом радио бы, встретился с другим бы парикмахером. Но он пришёл именно к вам, именно за вашим проявлением, за энергообменом с вами. То есть вы ему отдаёте то, что вы можете отдать. То есть это ваша профессия, вы там учились, вы вкладывали деньги, вы очень много вложили в себя и времени, и ресурсов, и знаний, и опыта, и умений. Баблище сколько, нервов сколько. Понимаете? И приходит к вам человек, который хочет отдать, чтобы получить вот это вот то, что вы ему подстригли. Он хочет получить, и ему надо отдать что-то, проявить себя. Он вам отдаёт деньгами, потому что спеть, станцевать, или ещё что-то вам не нужно. То есть он отдаёт деньги, это всего лишь удобный энергообмен. Он уже для этого проявлялся каким-то способом, чтобы получить свои деньги, понимаете? Ну, допустим, мне нужна кружка, а у вас только массаж. Где мне взять кружку? А я могу... Чё я могу? Петь песни. Я спела песню тому, кому она нужна, а тот мне дал денег. Я уже заплатила там за кружку. Ну, к примеру. Мы все настолько связаны, и всё время с частоты на частоту перескакиваем, встречаемся, резонируемся с каждым. Даже одновременно во всех частотах находимся. Блин, 5D, 6D, 10D. Мы одновременно находимся. Мы всё время делаем этот энергообмен со всеми. Да, я этому человеку там деньгами дам, а он мне кружку отдаст, мою, которая мне нужна. Но эти деньги я предварительно получила, проявив себя, сделав кому-то массаж. Понимаете, если вы то, что люди вам говорят, не будете слушать, то, что люди вам делают, вы не будете брать, то, что вам люди будут дарить, давать, неважно что, в какой форме, материально, нематериально, деньги это, блага или ресурсы, там ещё что-то, вы не сможете ему дать жить. Вы ему не даёте жить, а он вам тогда равносильно ничего не может дать. Потому что откуда у него будет энергия, если он не живёт? Он вам не может ничего дать. А вы и не берёте, вы и рады стараться. Так и у вас энергии нет. Вы не взяли, вы не можете отдать. То есть, если у вас есть оценка для энергобмена, вы её чувствуете, сколько вам надо для того, чтобы сделать свою работу, вы должны это человеку сказать. Он за этим к вам и пришёл. Если вы постесняетесь, ещё такой момент, почему я на этой теме не могу говорить, у меня ком стоит. Всё хорошо было. Вот у меня такая же тема в последнее время. Я до этого не стеснялась брать деньги 3-5 тысяч евро за каждый свой курс. Сейчас я отдаю то, что можно было бы отдать за тысячу евро минимум, за 900 рублей. И сама в шоке, как я обкрадываю людей. Тем, что я не даю им сделать этот энергообмен. И вот у меня тут ком стоит. Цены буду повышать до тысячи-полторы. И всё. И всё равно ком. Потому что я понимаю, что я себя обкрадываю. Вот так это работает. Круто. Смотрите. Пришёл к вам... Я всё на примере дальше хочу. Пришёл к вам человек, а вы парикмахерный, подстричься, вы его покрасили. Деньги не взяли за материалы, часть только, а за свою работу вообще не взяли. Вот у меня такие люди приходили сейчас на консультации и рассказывали. стыдно им брать. Но у них же денег нет. Так у них и денег и нет, потому что они не могут реализоваться. У них ничего не берут. То есть откуда у них будут деньги? Чтобы получить ресурсы денежные, они должны сначала отдать свою какую-то работу. Они должны сначала проявиться. Они не могут проявиться. У них же не берут. Так вот. Ну типа не надо, не надо. Чуть-чуть дай мне и всё. А как он получит энергию, если он чуть-чуть даст? Вот поэтому денег нет. То есть с теми людьми, если вы ещё даже резонируете, которые не хотят от вас ничего брать, бегите от них. Они убивают в себе жизнь и вас тоже. Так, вернусь. Значит, пришёл человек, сделал стрижку, покраску на пять тысяч рублей. Вы с него взяли три. Эти две тысячи энергии он потеряет в этот же день. У него на эту сумму убудет. Хочет он этого или нет. Что-то сломается. Где-то что-то потеряется. Что-то станет ненужным. Это может и люди ссора. Человек уйдёт. То есть он потеряет энергию, которую мог бы получать рядом с этим человеком. То есть на этот эквивалент денег он не получит. Почему именно на эту сумму? Потому что он пришёл вам отдать пять тысяч на вашей волне, на вашем чистоте, на вашем радио, где играла вот эта песня «Пять тысяч рублей, я тебя подстригу». Вот там вот была такая песня. «Ты мне пять тысяч рублей, я тебя подстригу». Понимаете? Он пришёл, заведомо зная цены. Он прайс смотрел. У него настрой. Вот я хочу отдать эти деньги. Мой мастер не смог у меня взять денег. Я их потеряю. Всё. Мастер себя обокрал. Человек не проявился. И он ещё и всё равно отдаст то, что он должен был отдать, если он получил. Либо то, что он получит, но не сделает его счастливым. Потому что он будет офигевать от того, что через неделю у него отвалились после этой покраски все волосы. От мастера уходил нормально, а через неделю остался без волос. Потому что в течение недели все-все-все вот тут волосики, вот тут, вот тут самое всё нежное, всё отвалится. Поэтому и вот психологи, очень много психологов обратилось. Нелли, я не могу брать за свою работу. Вернее, даже не так. Я делаю бесплатную консультацию, и человек, окрилённый, счастливый от меня уходит. Первая консультация у меня бесплатная. А на вторую никто не приходит. Так и никто и не придёт. Человек получил от вас, ну то есть слил вас в помойку, ну вот вас, как в помойное ведро свои проблемы, вы занялись благотворительностью, вы его окрылили, вы остались ни с чем, а он не вернётся, потому что у него ничего не решится. А не решится, потому что у него убудет на ту сумму, которую он мог вам дать, да, как для энергообмена. Зачем вам к нему возвращаться? Вам, ему, к вам возвращаться? потому что ему, ну энергетически там у вас некомфортно из-за того, из-за того, что он не может жить, ну то есть проявиться, отдать. Человек может отдать своё время, там, тра-та-та, но это не то немножко. Обмен должен быть. если вы боитесь, что у вас уйдут клиенты, то не бойтесь, потому что у вас их и так нету. Ну то есть я бесплатно даю, давалка такая бесплатная, вот, а потом у меня нету никого. Бесплатно отдал и попрощался. Я боюсь, что у меня не будет клиентов. Вы боитесь, что у вас не будет бесплатных клиентов? Вы реально прикалываетесь? Вы боитесь, что у вас не будет бесплатно клиентов? Всё равно платных нету. Чего бояться-то? Поэтому делаем первую консультацию, да, пускай она будет хотя бы с минимальной суммы, ну хоть какой-то. И вы должны дать ровно столько там мелочёвку. Это я себе говорю, у меня сейчас опять ком в горле, потому что я не могу брать денег с людей столько, сколько я взяла. если я брала на 5000 евро, я давала на 30 или на 100. Если я сейчас беру 900 рублей за инструкцию с новыми установками, она стоит, ну она не стоит, мне все люди пишут, ну минимум за неё надо 5 брать. А я боюсь, что я буду ненужной, мне надо всё время проявляться, у меня столько энергии, мне нужно такой большой этот энергообмен делать, и мне нужно просто 100 человек в день. короче, это моя тоже тема, которую надо прорабатывать. Дальше, что я хотела сказать. По подолгам мы поняли, да? Следующая тема, что я писала. Напомните, какие 4 темы я сейчас озвучила, я забыла. Нет мужчин, болезни. И вот четвёртый вопрос я сразу разобрала. То есть, долги не денег. Почему долги вы понимаете, да? Вы не делаете ничего для своих желаний. Ну не делайте. Вы ложные желания выдаёте за свои, да? А свои желания вообще в упор не видите просто. Это первый вопрос долгов. Второй вопрос, вам прилетает всё, но вы тратите эти ресурсы не туда. Это вторая причина, почему долги. Третья причина, вы не разрешаете брать себе ни хрена вообще, ничего не берёте. отдавать. Хотите свою работу? Я хочу работу, я хочу работу, я хочу работу. А вы не востребованы, потому что вы с других то же самое не востребуете. Мир зеркала. То есть, у вас нет работы, потому что вас видеть не хотят, вашу работу, ваши проявления, потому что вы никому не позволяете проявляться. вы не берёте у людей их проявления. Вот когда вы начнёте с себя, когда вам станут нужные люди, вот представьте, вы всех только критикуете, правительство, тупой народ, вот все такие, все сякие, вот видите только вот недостатки, критику и так далее, и тому подобное. Вечно сидите в интернетах и просто кого бы разъебать. И вот, знаете, вот такое впечатление, что, я не знаю, ненавидите весь мир. Вот чтобы попить эту кружку, мой самый любимый пример, попить эту кружку, кофе, откусить эту кружку, чтобы была у вас кружка, все люди мира параллельных реальностей, все трудились для неё. Вот представьте, сколько нужно всего вложить в эту кружку. Это колоссальные знания, делать вот такой материал, создать вот эти краски, нарисовать, выучиться в художественной школе, надо эту художественную школу создать, быть учителем, прийти туда, заплатить кассу, сделать даже кассовый аппарат туда поставить, чтобы вот взять, создать эту кружку. Кофе вырастить, перевести, да, чтобы перевести, надо самолёт построить, чтобы самолёт построить, надо ангары построить, чтобы ангары построить, там нужно, ну, столько материалов, там, Блицу Менделеева хотя бы изучить вначале, потом учиться, стать специалистом на заводе уже, делать эти материалы, там, я не знаю, что-то создавать, розетки подводить в воду. Представьте, сколько людей, вот просто миллиарды, миллиарды, трудились только ради вашей кружки. Каждый косвенно в этом задействован, и вы ни хрена этих людей не принимаете, не благодарите, вы ненавидите людей, они все вам чего-то должны, понимаете? они уже вам уже все отдали, вы только принимаете. Чтобы сделать эту ручку, вы знаете, сколько материалов, знаний, опыта, энергии, даже просто магазин, а шан построить нужно, чтобы вы нашли там ручку. Вот этого масштаба, я боюсь, что вы не понимаете, не проваливается в вас, и вы неблагодарны, неблагодарны людям за их проявления. А когда вы неблагодарны, то, что люди вокруг вас, каждый вносит вклад и делает, вот все, что вы в мире имеете, это все сделали для вас люди, а не ресурсы. Когда вы не видите этого, и вы тоже не нужны, кому вы нахрен нужны со своими проявлениями? То есть вы не найдете работу, вы не можете работать и получать свой кусок энергии, там, в виде денег либо другой энергии и был благ, потому что вас не ценят точно так же, как вы весь этот мир, вы друг друга зеркалите, вы все на одной волне, на одном радио. Встретились одни, хают друг друга и другие. И вот, пожалуйста, соединились. Когда вы начнете благодарить, ну, блин, каждого вообще за все, и видеть, вот в этой кружке, как каждый просто батрачил для вас, все постарались знатно, и для компьютера, и для интернета, чтобы создавать, вы меня видели, там, и кофту, да что угодно, даже вот эту несчастную резинку, это нужно вот быть специалистом, уметь делать пластмассы, и электричество проводить, и воду, и что там строить, заводы, пароходы, магазины, доставки, даже машину нужно было создать, создать для моей резинки, чтобы ее доставили в магазин. Изобретатели всего мира работали вот ради этой резинки. Она косвенно тоже участвовала в этом процессе, как и все люди для нее, понимаете? Мы настолько взаимосвязаны. Но вы не хотите это видеть, не хотите, вы ценности не видите людей, а если вы не видите ценности людей, вы своей ценности не видите, а ваша ценность в каждый момент времени, каждую секунду, вот все, что вы делаете, вы настолько ценны. Если какой-то чувак в этом мире откажется проявляться, то вас не будет в этой системе, ну, чего-то в этой системе не будет. Встанет вся система, встанет весь механизм, ничего не будет вообще тогда. То есть не будет изобретено какого-то элемента, не потрачено на него времени, какого-то маленького элемента, например, розетки в этом мире не научились бы делать, у нас бы ничего бы не было. Или не изобрели бы там электричество, или бы не изобрели то или всё, неважно, какого-то элемента нету. И вы этот элемент такой же в этом механизме. То есть ваши проявления, то, что вы хотите сделать, вы делаете, вы вносите вклад в этот механизм. То есть как винтик в часах. вы встали, весь мир встал. То есть вы стоите, вот у вас ничего нету, как вы думаете, хотя у вас дохренища всего есть, но вы это нахрен не обесценили. Вот вокруг вас есть кружка, ложка, тетрадка, интернет, стул, на котором сидите, стол, телевизор, радио, трусы. Блин, на вас есть в данный момент хоть что-то, но вы этого не цените. Как только вы обесцениваете себя, людей, которые это всё для вас создали, естественно, у вас нету желания проявляться и что-то делать. Ну, мир такой, окей, значит, не будет тебе работы, значит, не будет тебе энергообмена, значит, не будет тебе ресурсов и людей. То есть мы на радио тебе сейчас никого не пришлём, потому что ну, ты не хочешь, ты не ценишь, ты не видишь, ты не понимаешь, ты не благодаришь. И как бы откуда, откуда у вас будут работа и деньги, если вы свой труд, всё, что вы делаете, ненавидите. Я так ненавижу убежаться, боже мой. Это ваше проявление, убрать пыль, это нормально, почему нет, в чём проблема-то, я не пойму. Чё вы такие обленились обезьянки? Если вот так вот каждый будет лениться, у вас ничего не будет. Вам надо, ну, во-первых, себя вдохновлять, во-вторых, всех вокруг людей вдохновлять, чтобы все мотивировались что-то делать по своим желаниям. Наши истинные желания в действиях, да, в начале эфира я говорила, не в материальных каких-то объектах, а в действиях. Если мы будем мотивировать себя делать эти действия, мы в механизме вот этого всего мира, мы всё, ну, мы будем востребованы, и у нас будет энергия всего мира, то есть нам всё, ото всех будет возвращаться. У нас и так на самом деле всё возвращается. Представьте, весь мир кружку делал, но вы этого не понимаете. Почему? То есть, ещё отговорка, я всё сама. Это высший пилотаж эгоизма и вашего эго. В смысле всё сама. вы в этом мире максимум, что делаете, да, это вот какие-то маленькие-маленькие-маленькие шажочки. Остальные миллиарды людей для вас создают всё, чем вы пользуетесь, где вы там сама. Ваше тело, там, я не знаю, ноль, запятая, ноль-ноль-ноль-ноль, там, миллионная только делает за эту жизнь того, что делает мир для вас. Вы такие, я сама. мужики, когда ещё говорят, я сама, ладно, круто самость свою прокачивать, но когда бабы это говорят, это просто, ну, пипец. Где ваша женская энергия принятия? Я принимаю всё, что мой мир делает для меня. Вот такой пример, например, мужчина хочет женщину там подвезти, на машине друг какой-то, да, а она ему за пять километров говорит, ой-ой-ой, не трать время, там, беги, тебе важнее на работу, там, высади меня вот здесь, вот, и с сумками. Я сама добегу, просто тебе вот такой круг, надо поворот делать. Вот замечали такое? Я замечала недавно. И женщина что делает? Не даёт мужчине проявить мужскую энергию, делать мочь. То есть она, я сама дойду. Ну, то есть, как бы он хотел её подвезти, сумки взять, до дома довезти, да, нет, она сама решила попрыгать. Мужику не дают проявляться. Когда никто не берёт у него проявление и не дают ему действовать, он превращается в тряпку, у него нет денег, потому что все вокруг я-самки, я-сама, вот, а у него я-самец выключилась просто. Вы не можете самой что-то делать, не можете, вы ничего не можете изобрести в этом мире, вы можете только действовать по своим желаниям, каждый. Вот, ваше желание это ваш маяк. Так, нет мужчины, первое, почему? Опрос был, я говорю, вы где-то представлены, давайте я от системы долгов уйду, надо заканчивать эфир, нет мужчины, вы где-то представлены, многие не имеют ни анкет на сайте знакомств, мужчины вокруг не знают, что вообще свободны, никто о вас не знает, то есть вы себя никак, нигде не проявляете, сидите дома и пишите разным тарологам, нумерологам, Нелли Давыдовым, вообще непонятным психологам, антипсихологам, пишите, Нелли, у меня нет мужчины, там, Галя, у меня нет мужчины, Вася, у меня нет мужчины, что мне делать, а что ты сделала, дорогая, если тебя нету на рынке, тебя не видят, вы хотя бы хоть как-то, хоть как-то из дома выходите, нет, я творец, мой мир мне мужчину в мой дом приведет, ждуны с инфантильной позицией, понимаете, дальше, я по-быстрому, вот прям очень быстро, вы решили проявиться на сайте знакомств, в соцсетях, выложите о себе информацию, ваша большая ошибка, то, что вы не знаете, кого вы ищете, какие отношения вам нужны, вы даже не анализируете, ваши анкеты начинаются с претензий, кого вы не хотите видеть, кто к вам притянется, такой же токсичный абьюзер или жертва, потому что вы свои анкеты пишите с претензиями, не надо так делать, дальше, вы должны написать о себе и написать, кого вы ищете, только не ищите большие ошибки, я хочу щедрого мужчину, пишут все женщины, кто притянется, ну, как бы, щедрые мужчины, может быть, даже мимо пройдут, скажут, ох, нифига, почему это отдельный эфир буду делать, притянете такого, который будет деньги, у которого деньги в кармане не задерживаются, который будет их направо и налево вышвыривать, вам же, вам точно такой нужен для семьи, который возьмет и будет вам там это раскидываться, мне нужен добрый, заботливый, безотказный, представьте, какого инфантильного мужчину вы возьмете, который будет вечно перевозить вещи с соседем, что-то им там полки прибивать, сантехнику делать и так далее, зная таких мужчин, родственников, когда ты дома не дождешься мужика, потому что он где-то вечно бегает и не может отказать всем своим друзьям и соседям, потому что он безотказный, понимаете, мужик и безотказный, вы о чем вообще пишете, человек должен говорить нет всегда, когда ему это не нужно, не принесет пользу и когда нарушает его границы и когда ему нужно сделать какие-то вещи для себя и для своей семьи и должен говорить да всему, что приходит в его жизнь без отрицания, но человек безотказный, это же тряпка, что ли, но зачем вам такой мужик, то есть вы еще когда пишете анкеты, вы даже не понимаете вообще, что вы пишете, что это вообще такое, разберите каждую ваши анкеты, во-первых, вы должны знать, кого вы ищете, если вы знаете, кого вы ищете, какую женщину, какая она должна быть, какие у вас должны быть отношения, что вы будете делать в этой паре, распишите, если вы знаете, вы найдете, если вы не знаете, я спросила, кого вы ищете, все девочки, которые ищут мужчины и не могут найти, они даже не знают, кого ищут, вы приходите в магазин, и что-то непонятное завернуто в газету в углу, вы, во-первых, не найдете то, что вы ищете, потому что вы не знаете, что вы ищете, ну, то есть вы уйдетесь ни с чем, а то, что непонятное завернуто в газету в углу, спрятанное, найдет только бомж, потому что по углам только он шарится и непонятные вещи берет, бомж, ну, не в том, что без постоянного места жительства, а вообще, в принципе, бомж, который, ну, просто мимо проходясь, чувак, который вам не нужен, левый, который вам не подходит. Просто вот кто-то подберёт то, что там как-то лежит. Вот вы себя не представили? Вот одна девушка мне говорит, я говорю, вы себе хоть как-то представьте, а что, если я должна рекламировать, что ли? Я говорю, вас не знают, никто не видит, вы на полке отсутствуете, кто вас будет разглядывать, выбирать. Мужикам же тоже надо выбор делать, не одни вы выбираете. Вам нужно срезонироваться, встретиться, себя показать, встретиться, проявиться в вашей жизни, проявление, хоть как-то. И мужчина должен проявиться. Так. То есть, во-первых, надо себя представить, во-вторых, понять, кого вы хотите. Когда вы знаете, кого вы хотите, вы будете выбирать. И следующая ошибка. Все, кто знает, кого хотят, останавливаются. У бомжей на дороге, на полпути. Потому что страшно. А вдруг я все-таки не найду того, кого я ищу. Ребят, того, кого вы ищете, вы найдете в любом случае. Ну, в любом случае. Потому что этот мир вы создаете сами. Вы его творите сами. И тело вы даже свое, сами, как творцы, создали, погонять. И вы найдете мужчину ровно такого, который вам нужен. Если вы не останавливаете на полпути. Вот вы хотите кушать, идете в ресторан. И такие на полпути. Видите бомжа, который ест в помойке. И вы думаете, а вдруг там ресторан закрыт? А вдруг там не будет тех блюд, которые я хочу поесть? А вдруг я не дойду, описываюсь по дороге, не добегу. Вот остановлюсь сейчас возле этой помойки. И буду жрать с бомжом здесь. Потому что мне страшно. А вдруг нету там того ресторана, которого я хочу. И поесть там еды, которую я хочу. А вот остановлюсь вот здесь у первопопавшихся, которые меня не устраивают. Ну, по крайней мере, по крайней мере, хоть кто-то у меня есть. Хоть кто-то там не денег даст или защиту, или еще что-то. Хватит мужиками прикрываться вообще. Хватит. Вы должны понимать, кого вы ищете, какие у вас отношения должны быть. И искать именно его. Мне на сайте знакомства какие-то одни уроды пишут. Первое. Читайте их анкеты и с вами пойти вправо только тех, кто без претензий начинает свою анкету. Вы этих уродов сами выбираете. Не они вас. Вы их выбираете. Сначала делаете выбор вы. И позволяете этим уродам рядом с вами быть. Которые считают, что они ничего им не должны. То есть многие мужики сейчас все вот прям а в Турции я прям прям разглядела. Это вообще очень интересно. Они все время говорят я столько делаю для тебя. Я говорю, дорогой, а что ж ты сделаешь для меня? Я тебя в ресторан сводил, на машине покатал, там на аттракционы мы съездили, в ресторан каждый день вожу, покупая тебе очень дорогую еду. Мы едим там рыбу, морепродукты за большие деньги. Мы ездим на моей очень крутой тачке. Мы ходим в спа, мы ходим туда, мы ездим в горы, мы ездим... Короче, перечисляет наш досуг. Ребят, этот парень, который меня водит в ресторан кушать, вы тоже это запомните. Этот парень, который устраивает мне досуг, он делает это не для меня. Я для него просто как эскорт. Он идет в ресторан пожрать, самому отдохнуть, а я его еще развлекаю, понимаете? Ресторан, чувак, не для вас делает, для себя. Он получает там эмоции, он получает там энергию, он делает это для себя. Для вас еще он пока ничего не сделал. То, что он вас накормил, вы ему ничего не должны. никакого секса после ресторана, потому что он еще для вас ничего не сделал, он это сделал для себя, понимаете? Он пошел в ресторан пожрать и заплатил за вашу еду, потому что вы его развлекали. Для себя, для себя, запомните, для себя. Свозил он вас на машине, на Мальдивы, там, на Мальдивы уже говорю, на машине куда-то, да, или на Мальдивы, для себя. Он устроил себе отдых, понимаете? Себе отдых. Вы ему ничего не должны. Для вас пока он не сделал ничего. Ни один мужик для вас, с которым вы рядом находитесь, не сделал ничего, а вы все время считаете, что вы ему что-то должны. И вот находитесь в таких состояниях. Вас используют, и поэтому у вас нет нормального мужика, потому что вы ненормальная. ведете себя, мягко говоря, отдавая себя, свою энергию, не получаете ничего взамен. Поэтому у вас и нет ничего, ни мужика, ни денег, потому что вы отдаете и не берете, и не позволяете мужику проявиться, вы не позволяете мужику что-то для вас сделать. И в семье это так. Все, у меня эфир закончился через минуту, йог. хайр, нету эфира, нету интернета, все, минута осталась. Короче, целый час с вами была, и не разобралась с вами вопрос еще там по женским болячкам, но это еда, ребят, это еда. Я хотела очень много про еду рассказать, я сейчас выйду, про еду расскажу. Вот, давайте на следующий эфир. Я не договорила. Как в анекдоте, мужик уже в самолете от женщины сваливает, и такая морда жирафа в окно на самолете, я еще не договорила. Вот, сейчас вот будет типа того. до сих пор.